всем привет напишите как слышно цели хорошо со звуком с картинкой все ли видно раз 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 звук вроде должен быть все хорошо супер спасибо большое за обратную связь так сегодня мы с вами поразбираем сделки по названию к видео вы заметили что сегодня у нас будет криптовалюта сейчас мы посмотрим с вами несколько интересных трейдов которые были за последнее время какие-то были в конце прошлой недели какие-то были уже на этой неделе у нас сейчас очень активно ходили такие монетки как лрц вейс очень сильно ходила луна было были интересные движения шиба был были движения вот и некоторые из этих трейдов я сейчас покажу разбираем я почему-то более чем уверен что многие участвовали в этих сделках вот ну посмотрите как я отработал соотнесетесь тем как отработали эти сделки вы если какие-то вопросы будут не стесняйтесь задавайте в комментариях будем разбирать уже их после того как посмотрим все сделки либо в процессе там как пойдет в общем приятного просмотра давайте разбирать так упомянул значит лрц теру и вейвса а по факту первая сделка у нас будет на и глд и глд значит первая сделочка на и глд у нас пробитие четырехчасового хая вы можете посмотреть на нижний график достаточно достаточно четкий верхний хай был и соответственно участники пробовали пробивать верхнюю границу толкать я постарался здесь поучаствовать загрузил неплохой объем и постарался потянуть один процент бумага монетка дала практически сразу вот и спустя какое-то время может быть это минут десять наверное я зафиксировал эту сделочку тут в целом не знаю разбор и ну супер классическая ситуация для меня как то есть пробитие верхней границы про торговки вместе с участниками которые подталкивают к этой верхней границе и в районе двух процентов по моему возможно чуть больше я здесь заберу раз посмотрим даже нет никакого сопротивления практически со стороны продавцов достаточно сильный хай пробил пробили закрепились торгуемся классическая также ситуация такие сильные хаи пробиваются импульсно достаточно редко то есть обычно это происходит как пробитие консолидация проторговка в течение какого-то времени и уже дальше развивается какое-то движение более сильное масштабное вот до 222 с половиной процента на объем чеки сейчас дает она здесь видите долетит до 174 потом коррекция потом снова подход к верхней границе хоть и чуть мотну в районе двух с половиной процентов удалось здесь забрать ну практически как раз то все то движение которое произошло вот после выхода из этой консолидации вот основание для выхода тут в кат пошел уже там последняя пачка уже даже в районе полутора процентов закрывалась пустой стакан и даже полторы тысячи монет казалось бы не такой уж и большой объем вроде бы да но учитывая то какой стакан сейчас о монетам это такие достаточно разряженные стаканы приходится крыться в аж в диапазоне цен вот ну я считаю что полторы тысячи конечно так ни о чем вот то есть первая сделка какие мы можем сделать выводы участник толкает к верхней границе участники толкают вход на пробитие верхней консолидации в диапазоне цен набор и фиксация уже после того как почувствовался со стороны продавцов уже какое-то давление почему хочу шортить пампы как это побороть прошу и дмитрий скорее всего вы обучались не у тех людей наверное вот я не знаю почему вы хотите шортить пампы вот возможно вы смотрите таких людей которые это делают и у вас интуитивно вы хотите делать так же я не знаю почему надо разобраться в вас с вами вашей психологии в вашей мотивации этого делания просто есть трейдеры которые приходят на рынок поторговать они заработать вот надо определиться с тем что вы приходите заработать и нужно делать рациональные вещи то есть даже не рациональные какие-то логичные вещи вот если вы отталкиваетесь от каких-то нелогичных вещей это вот когда вы пытаетесь работать против толпы якобы до против тренда то есть надо задуматься почему вы это делаете второй трейд у нас по лрц значит этот трейд у нас был в момент публикации новости по моему в начале прошлой недели когда была новость по лрц помните короче была новость по лрц не так давно вот по моему не на этой неделе вот на прошлой неделе то ли в четверг то ли в пятницу значит мы здесь уже не мы здесь еще ниже доллара и вышла новость блин вот я не помню что за новость какая-то новость поверца вышла и после этого вот пошел вот этот глобальный памп разгон бумаги монеты и здесь уже даже на пятиминутке видно что мы уже какое-то время там первые полчаса она уже подрастает видимо на каком-то инсайде возможно где-то была публикация новости чуть раньше и когда мы увидели эту новость вот соответственно я здесь попробовал участвовать зашел на 220 тысяч монеток и как видите учитывая то каким был уже рост вот здесь на нижнем графике у меня указан пунктиру это точка входа тут можно конечно при сказать притянуть за уши вот этот хай который у нас сформировался там какое-то время назад до типа пробитие его ну плюс еще круглое число доллар но тут конечно уже поздновато откровенно говоря заходить несмотря на то что новость поэтому и тейки поставил не так далеко рассчитывая на то чтобы взять какой-то импульс не большой импульс ну вот там районе трех процентов учитывая новость учитывая высокую волатильность монетки в этот момент три процента это не такое большое движение поэтому вот здесь даже 22 процента я уже фиксанул вот сейчас было это 200000 20000 оставил и по-моему здесь я сейчас пытая попытаюсь пробить еще доллар рассчитывая также на импульсное движение в пробитие круглого числа вот пробой случился импульса не случилось кстати заметьте заметьте что последнее время я думаю что вы замечаете последнее время на бумага на монетках путаю все время на монетках есть участники которые сдерживают сдерживают этот какой-то глобальный рост на некоторых это не получается сделать на таких которые улетают там на 40 на 50 процентов но вот в основе своей которые более ликвидные монетки они прям очень сильно их сдерживают от пробоев я это замечаю не знаю мне меня это прямо раздражает последнее время это очень сильно напрягает ну и вот значит пробитие доллара с дополнительным набором позиции небольшой стопик но опять же вот видите соотношение там риск прибыль тут у меня достаточно такая адекватная не знаю как закроюсь там в ноль или она даст все-таки не помню если честно посмотрим вроде есть вот в районе ноликов 9900 есть какое-то скопление участников которые сдерживают так скажем от коррекции и есть предпосылки к тому что пробой все-таки случится пробоя единички чуть добираюсь там 100000 один процент пробой случился ну вот в районе двух процентов а здесь фиксирую 17 18 зафиксировал вот то есть еще один такой трейд на lrc новостной то есть есть какая-то фундаментальная основа после чего и было так была отработана ситуация достаточно неплохо отработана но и жалею о том что очень маленький объем маленький объеме здесь просто это первый вообще первый раз когда я трогал lrc нет вообще никакого понимания того как ходит инструмент но тем не менее вот отработать получилось первый первый трейд дальше тоже интересная ситуация на lrc здесь видите сейчас верхний график минутка здесь мы уже видите торгуемся в районе 121 там 25 здесь были х и дневные по 123-24 вот в этом диапазоне задача была такая чтобы взять пробитие дневного хая опять же учитывая то что так скажем монета в игре у нее есть участники которые подталкивают постоянно есть активность со стороны покупателей расчет на то что будет дальнейшее развитие то есть пробитие дневного хая взять импульсик здесь я набираюсь практически в самый хай то есть набор позиции идет я набираюсь так солидно то есть пытаюсь залиться значит 140 тысяч монеток есть и вот видите какой сразу неприятный убыток в моменте она дает вот об эти об этих роботах которые вот сейчас можно заметить в стакане сверху которые которых идут покупки но они все обновляются 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 вот они меня больше всего сейчас напрягают последнее время их очень сложно пробить что у нас по те что на что на фичи в моменте минус 1000 ух ты нас уже 150 человек всем привет блин сколько там вопросов накидали будем сидеть еще до с вами после этого для разбора так сразу убыток пошел все-то здесь видите подлагивает стакан что ли какие-то лаги там в стакане происходят обновилась казалось бы объем небольшой но вот за счет того что x большой да и кажется что вроде и крестьянка небольшая по факту короче откровенно говоря здесь я что-то затормозил видно я то ли отвлекся поле не знаю че делал но почему-то я позволил себе пересидеть вот этот убыток не знаю почему вот но факт остается фактом допустил ошибку такую непростительную а сейчас рынок не прощает эти ошибки вот взял этот удар на себя не помню был я в плюсе или минусе на тот момент наверное но если позволил себе пересидеть убыток то скорее всего был в плюсике потому что обычно я так не делаю вот здесь пересидел откровенно говоря убыток и минус там три наверное три с половиной даже возможно возможно в в районе четырех тысяч там закрыл убытка очень неприятно но и по пятиминутке видно что здесь произошел классический ложный пробой закололи хай и пошло движение в противоположную сторону вот и по моему на следующий день у нас была попытка то ли на следующий день то ли через там какое-то время была попытка снова пробить и от этого хая не это наверное уже через спустя несколько дней учитывая там часовик а нет получается мы были вот здесь наверное меня наказала потом прошла какая-то консолидация и вот где-то я пытался на обновление 227 да вот здесь наверное где-то пытался заходить то ли это вот здесь было размазывание не помню не суть то есть здесь обновление хая попытался пробить то есть у нас классический треугольничек попытка пробоя этого треугольника не увенчалась ничем хотели в диапазон потом снова обновление вот этого хая где попытался как раз-то зайти зашел на 200 тысяч собственно объему такой рабочий сразу в моменте дает процент и здесь такой достаточно широкий стопе где-то чуть больше на пол процента я взял для себя рассчитывая на то что все-таки пойдет развитие выдавят участники пробьют там 13 и мы сходим повыше да повыше вот пробой случился два с половиной процента три процента классное классное движение здесь по-моему будет вот участник кстати заметьте да по кластерам видно что появился какой-то участник на 31 20 и вот в него обновляшка в него проходят покупки он все обновляется обновляется многие спрашивают для чего нужны кластера вот как раз то для того чтобы видеть участников которые сдерживают поэтому я не понимаю некоторых трейдеров которые сидят с кластерами которые заполнены то есть они не используют эту информацию которая в принципе то может показывать почему не развивается движение четыре процента четыре с половиной процента пять процентов классное движение по-моему где-то здесь в районе 35 1 35 я скину часть позиции или здесь кину часть позиции где-то и скину определенно с посмотрим и звук звука нет а ляля есть все супер класс не на моей стороне проблема так пошла коррекция после вот этого и первого импульса ну тут я прям целенаправленно стоял в позиции рассчитывая на то что будет все-таки движение памп учитывая то что другие монетки пампится думал что это раз пампится в общем сейчас вот скинул в районе тридцати четырех сто тысяч монеток и и все здесь я на оставшуюся пачку решил по моему ждать или даже после какой-то коррекции прямое решение даже добавится на на ретесте по моему на ретесте давайте чуть мотнем час где это будет и будет ли а вот кстати дает в моменте почти шесть процентов давала кстати 6 процент то есть выше 35 мы улетели а ну вот как раз был закол 35 потом пошел в кат потом пошел в кат здесь по-моему я на в кате как раз ты закрою там три с половиной процента если не ошибаюсь или 4 оба а к 4 неправильно обрезал ну короче тут на в кате после он видите вот это движение и здесь на в кате в районе трех процентов по моему я как раз то заберу вот эти оставшиеся 100 тысяч вот что-то неправильно отрендерил этот видео видео этот сделки ладно не суть то есть суть понятно я думаю если есть вопросы по этой ситуации издавать так следующая сделка у нас на луна терра а пробитие пробитие 97 98 тут расчет был на то что будет пойдет развитие к истории по 105 на тот момент по моему там ранее 104 105 по моему была эта история набирая позицию в диапазоне цен рассчитывая на также импульсы вроде покупатель есть участники достаточно активно давят тут набирают 10000 монеток рассчитывая опять же на сильное движение условиях нынешнего рынка там монетки пампятся непонятно где какая и тут в принципе набор хороший получился в сразу практически процент движения и тут я достаточно долго буду стоять ускорение тут такое серьезная сильная идет импульс в данный момент я сейчас я в минусе нахожусь по моему вот в этой во время этой сделки расчет на то что сходим хотя бы к 100 изначально затем про торгуемся там и пойдем еще дальше еще дальше процентик есть так процентик то есть также локальный хай здесь чем отличается эта ситуация от других тем что я здесь загрузился прямо в первую локалку обычно я гружусь в диапазоне то есть набираясь по ходу движения рассчитывая на то что если глобально посмотреть на этот инструмент то у нас здесь локальный хай а глобальный хай уже в районе 104 2 процента дает поэтому задача была набираться изначально задача была набираться в диапазоне ну тут что-то я такой решил да ладно поехали сразу и получим она она пошла так 2 процента есть появляется сопротивление видите ставят в сопротивление участники там то 20000 10000 уже так неприятно становится особенно когда вы тянете позицию мы объясняю все это проходили вот поэтому вот есть из снизу участник который подталкивает с пуфит тридцаткой так два процента к есть по моему не помню по моему процента 3 зафиксирую в районе 100 если не ошибаюсь часть позицию так вот ведь вот вот это самое неприятное то здесь воткнули сначала 60000 там 50 потом 40 переставили и здесь уже начинает так это сердечко йогать потому что много ситуаций было когда идет пробой потом появляется какой-то крупный участник это на мой взгляд достаточно крупный участник с там с 50 тысячами монет на фича и возвращает монету просто в диапазон цен что не может вообще не огорчать поэтому я принял решение хотя бы зафиксировать часть позиции дабы компенсировать там потенциальный стоп поставить стоп в там условных без убыток либо в ноль и ждать ждать развития событий здесь тоже обрывается почему потому что я здесь просто выключил привод и уехал домой затем в три часа там ночи или в два часа ночи я просто проснулся посмотреть что там происходит с этой монеткой она пошла вкатывать в моменте давал очень хорошую прибыль по моему в районе тоже в районе стана там было потом пошла коррекция на том что пошла коррекция по битисе и на этой коррекции я зафиксировал там может быть 0 8 процента наверное где-то так просто закрыл по рынку а утром проснувшись я вижу что там 7 часов утра она уже ухоев тут отсюда она отвали откуда отвалилась конечно было стрёмно то что так получилось ну как получилось поэтому так следующая ситуация у нас на вейс так нет это не вейс счет я перепутал это шиба у нас нет так видите а чё это график не тот или тот а не тот 025 свик смотрите то есть здесь у нас был треугольник консолидация да затем у нас прошел выход снова на консолидации вот в этой консолидации я попробовал набраться из расчета на то что пойдет продолжение движения там вот 29 к 30 набираю позицию пробитие 0 и ков 027 происходит где-то вот здесь а и видите что идет развитие сразу практически процент импульс тут очень сильное движение пойдет хорошее движение так же участники сдерживающие вот это все дело так 11 миллионов монеток набрал здесь так не гружусь прям радикально просто вот расчет на то что сходит там процента 23 хотя бы на этот объем поправляют в графике стаканы чтобы видеть вообще этот пластыры импульса полтора процента в целом уже неплохое движение в на нынешнем рынке вот но хотелось бы конечно увидеть все-таки пробитие там 27 с половиной движение к 28 там два с половиной два два с половиной процента забрать так нас уже 200 человек всем привет кто прибыл и импульс ноликом и в районе вот этих ноликов как раз вот кстати видно на часовике сейчас часовик как раз я здесь где-то часть вот три с половиной процента заберу а нет так что сделал сейчас понял 11 миллионов от с миллионов что еще добавился что а нет я скинул скинул 10 миллионов осталось миллион пятьсот до миллион пятьсот монет зафиксировал можно сказать всю часть здесь и на коррекции также когда пройдет вот это уже основное движение пойдет коррекция в противоход я по моему зафиксирую там оставшуюся часть в районе там двух наверно процентов сейчас увидим мы днем сейчас дает там полторы тысячи на этот объем тысячу ведь мы днем так сколько там получилось ну так же в районе 28 27 и 8 где-то здесь я зафиксировал оставшуюся часть позиции какая сделочка на шибе то есть пробой основной 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 консолидации я пропустил а уже потом консолидация которая была так менее глобальной после этого основного движения попытался отработать так скажем какой-то оставь остаточный импульс который вот сформировался здесь так а где швейс дайву дел это чё от него есть ну короче без войска хочется ладно бусин так ладно давайте сейчас я почитаю на самые интересные вопросы я поотвечаю и будем заканчивать так привет как перейти отравленную в плюс статьи сборовал и на месте уже довольно долго сложный вопрос очевидно вы делаете что-то не так в чем проблема даже не знаю разбираться это детально так у меня никто не ответит странно будет что кто-то чем кучел возьмет вами ответить в чем ваша проблема надо разбираться надо вам посоветоваться с ребятами которые торгуют пусть я имею виду пообщаться вот так то есть не в рамках стрима задать вопрос где вам за минуту могут ответить что-то именно пообщаться детально с ребятами которые как торгуют там посидеть пару часиков поразбирать сделки которые вы отрабатываете вместе можете отработать вместе то есть вот в таком общении в боевом общении книга по психологии трейдеры читаете читали как убрать в себе швания поторговать и оставить только рациональные вещи а есть такая проблема лудомания до для трейдеров она очень свойственно которые торгуют внутри дня бороться с этим надо вот я сегодня на самом деле тоже зарекся я взял хорошо на и от x сегодня и там был лонг и вот сейчас на вот этом падении кто торговал сейчас я очень так прилично раздал прям очень неприятно и я просто для себя тоже понимаю нафига я вообще это трубу зачем я сегодня заработал хорошо мне достаточно вот в итоге я потрогал это все дело отдал налосил но в итоге благо получилось собраться и вот в рейс в пробитие там локального хая удалось очень хорошо вытащить там ранее четырех процентов вот поэтому давайте переключу поэтому есть такая проблема как лудомания с этим нужно бороться не знаю отвлекаться уходить куда-нибудь и это самое оптимальное что можно сделать если вы выполнили тот план который перед собой поставили если у вас план не выполнен да и и у вас его нет то во первых его нужно поставить и во вторых если он не выполнен то тогда зачем уходить надо стараться его выполнить сколько сделок в день совершаете никогда не считал не знаю вы стоп лиц если вы берете сделал как на рабо уровне и не включая битока эфире тарку альту знаете так вот на вскидку могу сказать наверное в районе полу процента просто исходя из риск менеджмента если это хороший уровень то среднем тому может дать в районе трех процентов просто учитывая риск менеджмент соотношение дать то это в принципе адекватный стоп получается так при первом в катя владислав как научиться вытягивать для этого нужно понимать технический анализ и вообще в принципе характер движения инструмента то есть если вы располагаете информации о том как работает пробой тех или иных уровней вам становится куда проще удерживать позицию если вы этого не понимаете вы никогда не сможете удержать позицию ну вы сможете наверно удержать позицию просто просто потому что вам этого хочется вот они потому что есть основание для этого поэтому нужно просто нарабатывать опыт все получится где увидел вилл новость телеграме newsmaker ой как он называется как он называется этот новостной канал не смейкер про и до newsmaker про добрый день какой так 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 из кокса не уровень начинать рассматривать его на пробои про честь появится пилы тоже такой непростой вопрос это нужно наблюдать в стакане активность участников которые разбирают плотности которые стоят сопротивление на споте и на фьюча тот момент и заходить так мне помогает смотрите мембинанс цена всегда идет как контролировать свой объем сделки захожу всегда на все плечи ну это же не всегда плохо уже это плохо для вас или просто в чем проблема вы не зарабатываете поэтому или вы как бы ну заходите и заходите просто уже можете зарабатывать заходя на все плечи проблема так разгружается те инвесты инвестировал когда идет активно откуп ну скорее всего это маркет мейкера реакции леонг на все пока или лонг на все это коррекция или лонг все пока что на многих монетах есть участники которые здесь живут пробои можешь пожалуйста рассказать как увидеть ну вот я вам сейчас показал в принципе можете пересмотреть в те моменты когда я об этом говорил и посмотреть детальнее как это выглядит так делать бы почаще твои стримы записи сделок по крипте ну я понимаю делаю все возможно так и любимая формация да нет любимый ну как любые консолидации которые я воспринимаю который я понимаю который я вижу они любимые как скажем запись будет конечно запись будет лрс ты зафиксировал прибыль он предполагает что движение закончится почему тогда не перевернулся в шорт потому что для того чтобы переворачиваться в шорты ловить этот нож нужны основания поэтому если оснований нет и вы не хотите ждать кота фиксируйте позицию я просто не хотела ждать в кота и пересиживать консолидации которые сформируются позже немного странный вопрос и почему не используете rsi и хорошо помогает понять не знаю не использую обычный айсберг видео инфу где-то на сайте биржи вроде теперь есть видимо да так немножко мотну вниз как научиться тянуть сделки не выпрыгивать на старте я даже как научиться тянуть сделки вот хочется ответить взять и тянуть ну опять же я говорю тянуть отвечал отчасти на этот вопрос тянуть нужно тогда когда вы понимаете зачем вот если вы не понимаете этого наверное не надо забирайте там первые импульсы и все бегите из этой монет или акции на то что монет подходит с подлета к уровню все равно заходишь нет я обращаю на это внимание иногда не отрабатываю но это зависит от ситуации зависит от монеты от нескольких вводных которые я учитываю при входе в позицию поэтому бывает такое что я захожу если вы имеете ввиду плу про лрц то там был новостной фон поэтому я заходил а второй подлета он просто обозначен был там на минутке поэтому там не сказать чтобы это был прям подлёд посмотрите еще владеет это сергей хочет у меня мотнуло вниз самый отбор монеты по скриннеру нет никогда не пользуюсь ими учительных ошибках или обучение коллег обучение коллектив и то и другое я учился коллективе я учился на своих ошибках и вот вылилась во что вылилась так есть смысл торговать во флете на мой взгляд нет но опять же это зависит от вашего психотипа некоторые трейдеры умеют и отлично пользуются тем что бумага входит в консолидации и собирают для меня это не подходит тут надо разобраться в себе скорее чтобы ответить на этот вопрос если вы спросите меня то я никогда этого не делаю зубра серега на все не ответит я сейчас отвечу на все сколько процентов стоп отвечал уже так спасибо есть классный контент за за обучение подскажите что делать дальше смотрите что касается обучения у нас стартует 18 апреля курс курс предполагает обучение на крипто рынке на московской бирже то есть такой симбиоз получается вам предоставляется наставник но в принципе об этой эту информацию я выкладывал везде везде вконтакте в инстаграме мы публиковали поэтому если есть желание то можете оставить заявку либо в ну либо на сайте но лучше всего написать конечно в инстаграм либо вконтакте в сообществе о том что вы хотите пройти вас запишут и за неделю до старта вам также напишут там либо вконтакте либо в инстаграме где вы напишите и расскажут о дальнейших действиях вот как то так поэтому если хотите то присоединяйтесь к нашему сообществу поможем раскачаем стараемся добиться всего чего вы хотите трейдинга ну опять же в сообществе так встретиться обсудить торговлю лоси и прибыли да это наверное нельзя этого сделать ну либо на конференции на какой-нибудь принципе это возможно так вы уже по дорогой вполне плохо хочется расти вот ли эффективно выше ваше обучение но если у вас уже есть торговый опыт то я даже не знаю просто в обучении скомпилирована вся информация которую я использую в своей торговле то есть там такой обучающий курс который я постарался сделать не знаю не могу вам галенька не даю никаких гарантий будет эффективно не будет я же не знаю вашего уровня знаний да и вашего уровня торговли поэтому бог узнает курс платный конечно естественно разве вечером можно нормально торговать на ммвб вечером чему нет когда у нас работала дополнительная сессия вечерняя еще до вот этих всех событий тогда ребята достаточно удачно собирали на низко волатильном рынке тем не менее получалось пока страница но это видно это страница в ю-тубе надо ее обновить видите час к час я вам скину сюда сюда проходите в сообществе там можете написать ладно я буду заканчивать спасибо что присутствовали спасибо за вопросы надеюсь было интересно полезно обязательно посмотрите предыдущие разборы сделок и всем хорошего трейда